Шеретлуковы – фамилия старинного княжеского рода из племени натухайцев, которая расселялась в районе и за пределами Анапы. С развалом Советского Союза и открытием железного занавеса в музей зачастили иностранные посетители. В 1999 году музей посетил седовласый господин из Нью-Йорка, который узнал на фото свою мать. Это был Малия Натырбов. Фатима родилась в 1890 году в ауле Хатрамтук, поселок Суворово-Черкесский в семье Идыка Шеретлукова. Населенный пункт в разные годы имел статус станицы, аула, села. По данным поземельных сборов 1909-1911 годы землей владели Бекмерим Гасан – 110 земли, Куевбек Иса – 66 десятин, Лагай Касполит Товшукович – 60 десятин. Среди них отмечен и отец Фатимы Идык Шеретлуков, владевший 140 десятинами земли. В собственности имелась и недвижимость в Анапе. Семья была достаточно зажиточной, потому образование Фатима получила в училище для девушек из привилегированных семей. В 1907 году случилось разрушительное наводнение на реке Кубань, в результате которого пострадали многие закубанские и адыгские селения. Пресса сообщала об огромных убытках и материальных затратах аульских обществ на ликвидацию последствий стихии строительства дампа устройства предохранительных валов. Черкесское общество Екатеринодара откликнулось созданием Комитета по сбору пожертвований в пользу пострадавших от наводнения. В январе 1908 года был подготовлен и проведен первый благотворительный Черкесский вечер, который вызвал небывалые интересы наплыв публики. Денежный сбор был направлен на оказание помощи пострадавшим от наводнения. В Национальном музее Республики Адыгея сохранились фотоальбомы с участниками вечера. Одной из них была Фатимаша Ретлукова, среди перечисливших крупные суммы денег на благотворительные мероприятия упоминается Кучук Натырбов, член Кубанской краевой рады. Предположительно на этом вечере познакомились и затем поженились Фатимаша Ретлукова и Кучук Натырбов. В 1914 году родился их сын Мухаммед Гирей Малии, в 1919 году семья эмигрировала в Турцию. Первая волна черкесов покинула родину вскоре после революции. Они перебрались на судах из Новороссийска в Константинополь и жили на правах беженцев в течение двух с половиной лет. Фатимаша Ретлукова, Натырбова, создала в Турции комитет черкесских женщин и добивалась улучшения условий для беженцев. В одном из летних домов турецкого султана был организован черкесский дом, где проходили приемы с приглашением видных государственных деятелей. Американский верховный комиссар адмирал Бристоль обратился в государственный департамент в Вашингтоне, округ Колумбия, за официальным разрешением переезда черкесов в США. Несколько черкесских семей, в том числе семья Кагны Тырбова, отплыли на судне СС Константинополь 8 июля 1923 года в Нью-Йорк. Они стали первыми адыгами, поселившимися в Америке. Не зная английского языка, не имея рабочей квалификации и денежных средств, им пришлось столкнуться с огромными трудностями. Через два года, 1925, муж Фатимы умер и она одна поднимала четырех детей, Мухаммед Гирей Малии, Зулефа, Анзаур, Лейла. Преодолевая все препятствия, смогла дать детям прекрасное образование. Благодаря своему происхождению, образованию и элегантности, Фатима пользовалась уважением высшего общества, проявила себя как дизайнер сценических костюмов, вела собственный бизнес. В ее квартире на углу Мэдисон-авеню и 96-й улице был создан черкесский дом, где принимали с традиционным кавказским гостеприимством. Вместе с князем Седамоном Эристовым создала ассоциацию Оловерди. Ее сын Малия Натырбов, посетивший Адыгею и Анапу в 84 года, в свое время служил в Госдепартаменте США. Благодаря удивительной встрече, история музейной фотографии раскрыла нам жизнь удивительной женщины с сильным и независимым характером, который формировался на Анапской земле.